Ну и в компанию комментаторов Матч ТВ вклинился Захар Письменных, он нам сейчас краткий обзор предоставит, а потом вернёмся к Александру, он поделится содержимым своих записей с нами. Смотрите, листочки какие. Подготовился. Фолькёр. Но плечо, оказывается, по анатомии, это ещё гораздо больше. Здесь вот, а предплечье потом идёт внизу. Кто бы мог подумать, что судейство и анатомия человека так близки друг к другу. Где начинается и заканчивается плечо, арбитр вам расскажет лучше любого преподавателя профильного предмета. Правда, это не значит, что все точно застрахованы от не совсем верных решений рефери. Тонкостей в каждом из пунктов очень много, а на поле всё в динамике. Да и эпизоды никогда не бывают абсолютно идентичными. Хотя прописано всё, кажется, достаточно чётко. С точки зрения правил вы должны понимать, если мяч вот касается верхней части, то это не игра рукой. До подмышки. Трудно определить иногда, но у нас теперь есть вар, и вар всегда это может увидеть. Не любая рука в атаке, не любая, а только та, вот текст правил, смотрите, пожалуйста, ещё раз. Запомните его. Это из текста правил. Судьи не имеют его право интерпретировать по-другому. Является нарушением, если нападающий после того, как мяч коснулся его руки, или руки партнёра, даже если произошло это случайно, незамедлительно забивает гоп или имеет, создаёт явную возможность для партнёра. Вот тут же моментально гол. При быстрой атаке, при получении преимущества в атаке, если ты забиваешь гол, там до этого был фолл, то если это фолл был на красную карточку, то карточка, получается, по статусу она понижается, и вместо красной получает игрок, сваливший жёлтый. Это, кстати, и есть важнейшие последние изменения в правилах, которые вступили в силу с этого сезона. Все судьи, в том числе, конечно, российские, с ними отлично знакомы. А чтобы каждое решение арбитров ещё и верно было трактовано во время трансляции, собрали всех комментаторов и экспертов холдинга матч. Для них подробная презентация со всеми деталями, чтобы даже в случае неверного решения судьи относились к ситуации с пониманием. Ну и те моменты, которые связаны с ошибками, чтобы комментаторы понимали, почему совершена ошибка, в чём улучшение, допустим, там, позиции судьи была неверной, или, к примеру, судья не увидел каких-то деталей. Обсуждение работы судьи и новых правил продолжалось больше четырёх часов, обозначенные темы, в которых комментаторы ошибаются чаще всего. В каких моментах карточка должна быть показана, в каких необходимо ограничиться только штрафным ударом. В каких моментах эта карточка должна быть красного цвета, в каких моментах жёлтого цвета. И по игре рукой важно, где естественное положение руки, где неестественное. Когда увеличивается площадь тела, когда, соответственно, руки защитника он не может куда-то убрать, и это считается натуральным движением футболиста, которое происходит в ходе матча. Если послушать высказывания болельщиков и руководителей клубов, например, судьи и сами чаще всего ошибаются именно в этих нюансах. Это, конечно, обычное совпадение. Кстати, сами комментаторы остались встречи довольны, но говорят, что как бы ни менялись правила, без вопросов к судейству не обойтись. Оно и к лучшему. В прошлый раз убеждаюсь, что как бы не были прописаны грамотно правила игры, все упираются в трактовку эпизода от арбитра, потому что один эпизод арбитр может трактовать так, а другой вот так. И чтобы прийти к единому пониманию правил игры, здесь должны быть арбитры-роботы. Но они все люди, и они все воспринимают эпизод по-своему. Кто-то более чутко ощущает нерв игры, кто-то правильнее понимает градус игры, кто-то сам бывший футболист, кто-то играл, у кого-то опыта побольше. Подобные встречи комментаторов и экспертов холдинга матч с судейским корпусом проходят постоянно. Кстати, следующая остановка – футбольные клубы. В ближайшее время в судейском комитете обещают объехать с такими же презентациями все команды РПЛ и ФНЛ. Захар письменных Дмитрий Занин. Все на матч.